В отчете врачебной управы за 1852 год читаем 26 марта 1852 года провизор Иван Шмидт продал собственную вольную аптеку Вильгельму Меллеру. Всего одна строчка в отчете, которой могло бы не быть, но она есть. Из этой строчкой встает целая история, зная о которой можно утверждать, что еще до образования Самарской губернии в Самаре была вольная аптека, которая располагалась в центральной части города по улице Вознесенской в районе Хлебной полицейской площади. И в марте 1852 года владельцем этой аптеки стал некий Вильгельм Миллер. Это который Миллер? Что для немца хорошо? Генерал Грэда? Для больного человека нужен врач, нужна аптека. Еще в 1844 году Вильгельм Миллер открыл аптеку в собственном доме в городе Алатыре, где он тогда и проживал. Из Алатыря он переехал в Симбирск, где стал заведовать аптекой больничных заведений, проявив себя находчивым и активным предпринимателем. Казенная аптека под руководством Миллера, кроме продажи готовых химических препаратов, изготавливала собственные лекарства в виде настоев и отваров из местного растительного сырья. Сохранился рапорт, написанный провизором Миллером в приказ общественного презрения, в котором он хлопочет о выделении ему денег для сбора веществ из царства растительного. Деньги были выделены, а вещества собраны. Вместе с этим, как следует из документов, Миллер был уполнобочен проводить судебно-химические исследования вещественных доказательств по направлению следственных органов Симбирской губернии, что он также с успехом и проделывал. Но, тем не менее, в Симбирском Миллер расстался. И вот почему. Аптека, которой заведовал Миллер в Симбирске, ютилась в неприспособленном помещении. Какое-либо устройство для убережения врачебных трав в Карене при ней отсутствовало, не было и подвала или ледника для хранения лекарств. Скорее всего, именно эти обстоятельства и заставили Миллера уехать из Симбирска. Продав свою аптеку в лотере и подкопив средства в Симбирске, Миллер приехал в Самару, совсем недавно ставшую губернским городом, и купил здесь аптеку Шмидта. Предпринимательское чутье его не обмануло. Город рос, с каждым годом жителей становилось все больше, и никто из них не хотел болеть. Вильгельм Миллер уехал из Самары в 1874 году. Что заставило его на этот раз сняться с насиженного места, неизвестно. Зато известно, что в журнале «Фармацевт» появилось следующее объявление. Просьба к знающим сообщить местонахождение провизора Миллера из Самары. Впрочем, к середине 1870-х годов аптекарское дело в Самаре расширилось настолько, что, скорее всего, многие самарцы даже не заметили исчезновения аптекаря больше 20 лет, продававшего им пилюли и таблетки. Новым владельцем аптеки Миллера стал некий Дробышевский. А вот аптека другого самарского провизора, Руне, перешла в руки приехавшей из Нижнего Новгорода семьи Пазерн. Отныне эта фамилия будет часто встречаться на страницах самарских газет, приглашающих посетителей в аптеку на углу Панской и Саратовской. Супруги Николай Карлович и Мария Михайловна Пазерн были провизорами. Приехав в Самару, они купили аптеку и дом провизора Руны, а потом еще два дома в Саратовской, где разместились складские помещения и проживали служащие аптеки. Владельцей всех домов была Мария Михайловна, а управляющим аптекой ее муж Николай Карлович Пазерн. Так было до конца 1894 года, когда Николай Карлович скончался, а аптека перешла в руки его жены. Но Мария Михайловна была ее владельцей совсем недолго, всего два года, пока их сын не окончил Московский университет и не получил диплом провизора. При нем в аптеке был установлен телефон, приобретена пишущая машинка с двумя шрифтами, русским и латинским. Организована продажа лекарств со скидкой для бедных людей и организованы ночные дежурства врача и фармацевта. Семейство Пазернов стремилось оборудовать свою аптеку в соответствии с лучшими аптекарскими заведениями столицы и в полном соответствии с требованиями времени. И надо сказать, что их усилия не остались незамеченными. И самарцы, и гости города очень быстро усвоили, что у Пазернов они найдут внимание, заботу и высокий профессионализм. В больших окнах аптеки Пазерн со стороны двух улиц Панской и Саратовской были выставлены огромные стеклянные шары и грушевидные сосуды типа реторт средневековых алхимиков, которые заполнялись подкрашенной водой всех цветов. Вечером все это подсвечивалось и создавало торжественный и таинственный вид. На стеклах окон и на отдельных матовых табличках с прозрачными надписями оповещалось, что это аптека. Надписи были сделаны на двух языках – на русском и по-латыне. Вся аптечная мебель имела богатый вид. Верх и низ шкафов, витрины, катерка, рецептара, барьер были выполнены из полированного темного дерева с выточенными округлыми деталями по углам и резными украшениями по верху шкафов. Подтонным были кассовая кабина и диванчики для посетителей. Но особенно оригинальными были стекла-створок при стенах шкафов и барьера, так как они были не простые, а с мозаичными цветными рисунками экзотических растений с позолоченным окаймлением. В 1904 году в жизни Самары и Самарской губернии произошло событие, которое не могло остаться незамеченным. В конце августа этого года исполнилось 25 лет со дня начала службы в качестве главного фармацевта врачебного отделения Самарского губернского правления Леопольда Андреевича Грэве. По этому поводу состоялся торжественный прием с поздравлениями, адресами и подарками от губернского и городского начальства. А когда гости разошлись, аптекарь Грэве остался наедине со своими воспоминаниями. А вспомнить ему было что. Вспоминалась Лефлянская губерния, где он родился, окончил 4 класса уездного училища и поступил в качестве ученика в местную аптеку. В ней он прошел обязательную трехгодичную практику и только после этого сдал экзамен на звание аптекарского помощника при Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Потом были лекции в академии и работа лаборантом в аптеке Генинга, служба в аптеках Курска и Курской губернии, снова учеба и снова возвращение в Курск. А в 1879 году Грэве решил перебраться в Самару, куда и приехал вместе с семьей. После двух лет службы в Самаре он решил окончательно осесть на берегах Волги, продал свою аптеку в Курске и купил в Самаре собственный дом и аптеку, который вскоре станет одной из самых известных в городе. Так вспоминал прожитая и пережитая Леопольд Андреевич Грэве в 1904 году. А будь у него возможность заглянуть вперед в будущее, он увидел бы, что в 13-м его изберут действительным членом Санкт-Петербургского фармацевтического общества. В 1916-м он будет иметь чин генерала, что его наградят орденом Святой Анны, Святого Станислава и многими другими. Аптека Грэве занимала первый этаж и подвальные помещения. На втором этаже находились жилые комнаты семьи владельца и частично помещение аптеки. Вход в зал-салон располагался с угла улиц, как и в аптеке Пазернов. В зале и материальных комнатах стояла типовая аптечная мебель, шкафы, прилавки, пульт рецептара. В праздничные дни и на Новый год владелец аптеки Леопольд Грэве приходил в генеральском мундире со шпагой и всеми регалиями. И поздравлял всех сотрудников общим поклоном, а управляющему рецептаром и лаборантом жал руку. В начале 20 века число аптек и аптекарских магазинов в Самаре увеличивалось год от года. В 1906 году в Самаре было 8 аптек, в 1907 уже 10 и это был далеко не предел. Аптеки росли как грибы после дождя. Это не могло не вызывать опасения у людей, которые понимали, что свободный и бесконтрольный рост числа аптек и аптекарских магазинов может в конце концов навредить делу. И специалисты забили тревогу. Прежняя аптека, говорилось в одной из статей, помещенных в журнале «Фармацевт», представляла собой не только коммерческое, но прежде всего научное заведение, которое служило как практической, так и теоретической школой для лиц, которые решили посвятить себя аптекарскому делу. Ныне же аптеки все больше превращаются в исключительно коммерческое заведение, так как поставлены в посредническое положение между фабричным изготовителем лекарственных средств и потребителем оных по рецептам врачей. Открытие с легкостью аптекарских магазинов вроде бы приблизило лекарства к населению, но и породило большие злоупотребления, что требует срочного пересмотра всего аптекарского дела и контроля со стороны закона. Увы, и контроль со стороны закона, и государство, в котором эти аптеки существовали, совсем скоро будут сметены с лица земли событиями, которые были уже не сгорали. Перешагни, перескочи, перелети, бери что хочешь, но вырвись камнем и спрощи звездой, сорвавшейся в ночи. О, знает, что еще бормочешь, ища пенсне или ключи. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин